Здравствуйте! Сегодня вашему вниманию предоставлен обзор объектива Nikkor AF-S 18-200 мм F3.5-5.6 GIFED VR2DX. Начнем с расшифровки его столь длинного имени. Первым идет обозначение AF-S. Оно свидетельствует, что перед нами автофокусный объектив второго поколения, не требующий от камер так называемой отвертки, или же мотора привода автофокус. Если вы пользуетесь любительской зеркалкой компании Nikon, именно объективы с таким обозначением позволят вам использовать автофокус. Если же у вас камера имеющая собственный привод, проблем с совместимостью не возникнет. Говоря о фокусных расстояниях, стоит обратить свое внимание на еще одно обозначение в названии универсала, а именно DX. Эти две буквы означают, что этот объектив предназначен для полукадровых камер с кровнутыми матрицами. Соответственно, реальные фокусные расстояния, с которыми будет работать пользователь, будут лежать в диапазоне от 27 до 300 мм. Максимальные размеры диафрагмы у 18200 не отличаются от большинства бюджетных универсальных сменно-фокусных объективов. В широкоугольном положении вы сможете установить значение не больше 3,5 единиц. Когда же оптика будет в положении 200 мм, максимальный размер диафрагмы ограничится 5,6 единиц. Буква G говорит, что данная линза не имеет на своем корпусе кольца управления диафрагмой. Данный элемент не столь важен в современных фотоаппаратах, так как постройка диафрагмы легко осуществляется через настройки самой камеры. Теперь же разберемся в следующем обозначении, а именно IFED. Аббревиатура IF свидетельствует, что объектив 18200 обладает внутренней фокусировкой, то есть во время наведения на резкость перемещаться будут лишь его внутренние элементы. Как следствие, никакие части объектива не будут внешне выдвигаться, а его передняя линза не будет вращаться. Буквы ED свидетельствуют о наличии в оптической схеме низкодисперсионных элементов, снижающих уровень хроматических аберраций. Обозначение VR 2 говорит об установленном стабилизаторе второго поколения. На корпусе 18200 расположены два переключателя для управления стабилизатором. Первый просто включает и выключает его, второй же активирует один из двух режимов работы – нормальный и активный. Объектив 18200 довольно компактный и легкий. Учитывая большой охват фокусных расстояний, данный универсал, тем не менее, не вызывает дискомфорта при длительной съемке. Корпус 18200 изготовлен из пластика и резины, байонетные крепления металлические. Длина у объектива почти 97 мм, а максимальный диаметр окружности 77 мм. Вес линзы 565 г. Диаметр резьбы под светофильтр равен 72 мм. На поверхности оболочки присутствуют прорезиненные кольца для смены фокусных расстояний и постройки фокуса, а также переключатели, отвечающие за работу стабилизатора изображения и автофокуса. Высший блокиратор для фиксации объектива на 18 мм. Оптическая схема состоит из 16 элементов, объединенных 12 групп. Диафрагма у 18200 7 лепестковая. Минимальное расстояние для фокусировки у данной оптики равно 50 см. Теперь же рассмотрим результаты работы данного объектива. В широкоугольном положении, а именно в диапазоне от 18 до 35 мм, объектив отлично прорисовывает центр кадра, где детализация будет просто-таки отменной. Но вот в то же время края фотографии будут с несколько хуже детализацией, что в общем характерно для смены фокусных линз данного ценового диапазона. На отметке 50 мм объектив показывает отличные качества картинки с равномерной детализацией и четкостью, а вот на 135 мм дела будут обстоять несколько хуже. Тут присутствует некоторая нечеткость как в центральной зоне, так и по краям фотографии. В максимальном телеположении на 200 мм ситуация ощутимо поправится, и объектив опять даст достойной детализации. Количество хроматических аберраций в данном объективе умеренное. Они начинают проявляться с 75 мм и наиболее заметны при максимальном фокусном расстоянии. На наш взгляд Nikon 18200 отличный объектив, который подойдет как фотолюбителям, так и профессионалам. Не слишком высокая цена, подкрепленная очень хорошими оптическими показателями, сделала данную линзу одной из самых востребованных на рынке фототехники. Если китовый объектив, с которым вы покупали свою зеркальную камеру, уже вас не устраивает, или же вы решили купить свою первую зеркалку сразу с достойной оптикой, приглянитесь к 18200. Возможно, это именно тот объектив, который станет вашим спутником на долгие годы. А на сегодня все. Пока!